Легендарная «Аврора» идёт ко дну. Крейсер, переживший войны и революции. Ему грозит бесславная кончина. Тревогу забили те, кто много лет следил за механизмами корабля и драил его палубы. Сегодня это делать некому. Офицеров и матросов сменили люди в штатском. С момента передачи «Авроры» на баланс военно-морского музея на крейсере произошло уже несколько чрезвычайных происшествий. Максим Урозаев оценил масштабы проблемы. Туристам «Аврору» по-прежнему выдают задействующий боевой корабль российского флота. Хотя к ВМФ он больше года уже не относится. Андреевский флаг и люди в тельняшках на борту – скорее для музейного антуража. Настоящие моряки оказались за бортом. Но только им известно, что снится «Авроре» – ремонт. Олег Львович принимал крейсер после реконструкции четверть века назад. До сих пор хранит спецификацию. Это своего рода паспорт, по которому «Аврору» нужно ремонтировать раз в 10 лет. 25 лет прошло, как корабль снова поставили сюда, на эту набережь. Электропроводка вся с кремно-органическим изоляцией. Срок действий – 25 лет. В этом году он истек. «Аврора» пережила Цусимское сражение, революцию и две мировых войны. Но главное сражение крейсеру предстоит в мирное время. Битва за живучесть. Его передали на обслуживание коммунальным службам. И сразу же ЧП. Фонтан забил на палубе. Вода текла из нескольких трюмов. Корабль накренился. В любой момент «Аврора» может утонуть. Ну, например, мне непонятно, как будут бороться за живучесть корабля коммунальные службы. Вопросов к руководству «Славянки» компании, которая теперь обслуживает «Аврору», много. Кто в жилищной конторе разбирается в крейсерах? Когда «Аврору» отремонтируют? Или когда ее хотя бы покрасят? В этом году этого не делали даже ко дню военно-морского флота. Отвечать на них компании отказываются, ссылаясь на то, что начальство в командировке. В военно-морском музее, филиалом которого является «Аврора», фонтан на крейсере и крен судна называют штатной ситуацией. Но признают, ремонт все-таки нужен. В большинстве случаев это косметический ремонт и немножко ту подводную часть, которая находится в воде. Выявить сам факт необходимости таких работ жилищно-коммунальная хозяйство, конечно, не сможет. Нужны специалисты. Корабль все же отличается от жилого дома. Существенно. Офицер в отставке знает, о чем говорит. Герберт Киселев 10 лет служил на «Авроре». Тогда в его подчинении было 70 матросов. Теперь на крейсере дежурят несколько сотрудников музея. Все гражданские. Экипаж должен вернуться. Обязательно. Три офицера. Вернее, даже два офицера. Старпом и механик. Достаточно 65 человек. Вернуть крейсер российскому флоту? А самой «Авроре» экипаж? Об этом в письме моряки просили верховного главнокомандующего. Пока ждут ответа. Если мы ее потеряем, это будет просто грех и позор перед нашими потомками. Максим Розаев, Светлана Шишкина, Олег Прохоров, Мария Гордеева. Пятый канал.